Вы слушаете канал Жаш.клаб. Зловещий лес. Таинственные обитатели джунглей. Их называют «Тхак Тхе» – лесные люди. И, как говорят, обитают они на склонах хребта Чионгшон в Среднем и Нижнем Лаосе. Также видели их и во Вьетнаме. Мне неоднократно приходилось во время пребывания в разных районах Индокитая слышать о них от самых разных людей – ученых, крестьян, охотников. Вот лишь некоторые из этих сообщений. Директор Института Истории ДРВ Чанхуэ Ильеву, в лесных и высокогорных местностях Таингуэна, судя по рассказам тамошних жителей, есть человекоподобные животные, которых называют «Аньнактань» или «Зохать». В 1944 году в горах района Таингуэн на территории общины Ядурон уезда Мадурата один юноша убил из арбалета стрелой «Аньнактаня», когда тот спускался к ручью за крабами и водорослями. Будучи смертельно раненым, «Аньнактань» все же пытался скрыться в находящейся поблизости пещере. Когда нашли его труп, оказалось, что это существо женского пола, сильно обволошенное, небольшого роста. Уилфред Берчотт, австралийский журналист, «Мой проводник» рассказывал, что однажды в 1949 году увидел в горах Ингуэна группу человекообразных существ. Одно такое существо мужского пола удалось поймать. Тело этого существа покрывали густые черные волосы. Он издавал щебечущие звуки, не напоминающие человеческую речь. Ел только сырое мясо, речных крабов и листья пальм. Очень боялся людей. Его решили отпустить, но он неожиданно умер. Хамфас Фанекия, лаусский этнограф, на юге, в районе Саравана, где я часто бываю. Местные жители говорят, что в джунглях можно натолкнуться на «лесных людей» тхактыхае. Я не вижу в этих сообщениях ничего невероятного. Ибо в отдаленных районах нашей страны есть немало племен, живущих в полной изоляции от внешнего мира в условиях первобытного общества. Что же касается «тхактыхае», то они, насколько мне известно, не могут говорить и перекликаются между собой нечленораздельными звуками. Тело у них покрыто волосами. Рост невелик, примерно как у 10-12-летнего подростка. Они любят лакомиться речными крабами. Людей старательно избегают. Бродят очень небольшими группами. И вообще численность их, судя по всему, крайне мала. Судя по рассказам очевидцев, район обитания «тхактыхае» охватывает горную местность к югу от плато Боловин. Чоун-Ла-Ману-Тама – лаоский крестьянин. Эти существа встречаются изредка в джунглях южнее плато Боловин. Членораздельной речи у них нет. Переговариваются криками. Тело покор. Продолжение читайте на сайте jash.club